И ЕС, они увязывались между собой и обсуждалась не только миграционная проблема, но также и возможность вступления Турции в ЕС, и не только это, но и торговые отношения, и все взаимоотношения Европы и Турции, в общем, можно сказать. Как же проходил переговорный процесс? 29 ноября начался экстренный саммит в Брюсселе, на нем главы правительства ЕС и Турции обсуждали проблемы миграции и был принят план действий по миграции. Было согласовано решение предоставить Турции помощь в размере 3 миллиардов евро для реализации проектов для беженцев. И также на саммите был запущен новый этап, продолжавшийся не одно десятилетие переговоров по безвизовому режиму между Турцией и Евросоюзом. Также возможность вступления Турции в Евросоюз. На следующем саммите в марте 2016 года Турции был выдан отряд требований, которые шли в увязке с миграционным соглашением. В частности, упрощение визового режима между ЕС и Турцией и вступление Турции в ЕС. Однако окончательное решение было отложено. И 18 марта уже было принято пакетное соглашение Евросоюза и Турции, которое вступило в силу 4 апреля. Оно включало в себя такие пункты, как возвращение нелегально находящихся на территории ЕС-мигрантов обратно в Турцию. ЕС же, в свою очередь, принимал беженцев из лагерей для перемещенных лиц в Турцию. Евросоюз обязался выделить Турции 6 миллиардов евро, однако двумя траншами. Сначала 3 миллиарда, и после реализации первых 3 миллиардов должны были поступить средства в размере 3 миллиардов Турции в дальнейшем. Однако далее мы посмотрим, были ли выделены эти деньги. Потому что Турция обвиняет Евросоюз в том, что большая часть суммы не была выделена. И также была открыта новая глава вступления Турции в ЕС. Для вступления в Евросоюз необходимо выполнить ряд условий, как мы все знаем. И новая глава символизировала еще один шаг вступления Турции в ЕС. Какие же были достигнуты результаты за эти, получается, 4 года? После соглашения количество мигрантов, которое пребывало в Грецию, значительно снизилось и достигло в 2016 году, например, 170 тысяч человек. Что можно сравнить с более чем почти миллионом в 2015 году. Также количество нелегальных находящихся мигрантов в Европе значительно снизилось, буквально в разы. Однако в Сирии... Также были выделены финансовые средства. Евросоюз заявляет о том, что было выделено 3 миллиарда евро изначально. С 2016-2017 года из бюджета ЕС было выделено 1 миллиард евро. И от стран-членов 2 миллиарда евро в качестве гуманитарной помощи через неправительственные организации. А также из второго транша к марту 2019 года, по последним данным, было передано чуть больше 1 миллиарда евро. Что можно говорить, что не были выделены до конца пока что условия. Илья, пожалуйста, отключите микрофон. Пользователь Илья. Да. Но, однако, всего с начала 2016 года, я это не увела на слайд, в территории Евросоюза по соглашению было возвращено в Турцию около 15 тысяч мигрантов. То есть данный процесс, так скажем, можно назвать обменом мигрантами, он значительно затягивается, и это признает сам Евросоюз. То есть, хотя это соглашение действует как бы на пользу Евросоюза в том, что мигрантами занимается Турция, однако какие-то либо пользу для Турции очень сложно выделить. И можно сказать, что это такое соглашение довольно противоречивое для обеих сторон, я бы сказала. Однако война в Турции не закончилась, и из-за продолжения конфликта проблема с беженцами, она осталась. И в августе 2019 года Турция и США объявили решение создать буферную зону, или так называемый коридор мира, вдоль сирийской границы с Турцией. Президент Турции назвал целью НКР и безопасное возвращение сирийских беженцев на родину. Он заявлял в ООН на своем выступлении в сентябре 2019 года о том, что он назовел о своем плане создать буферную зону и разместить там от одного до двух миллионов сирийских беженцев. А также Авдоган призвал поддержать усилия Турции в вопросе обеспечения безопасности в сирийском Идлибе и не допустить нового потока беженцев. Создание же буферной зоны было целью проведения Турции третьей военной операции, крупной военной операции «Источник мира», по названию «Источник мира», о которой Турция объявила и, собственно, начала 9 октября 2019 года. До этого были проведены такие операции, как щит-лифрат и оливковая ветвь. В результате была создана 30-километровая зона безопасности. Американские войска были выведены с приграничного района на севере Сирии. И уже во время проведения операции, то есть осенью 2019 года, Эрдокан указывал ЕС о возможности открытия дверей беженцев беженцам, находящимся в Турции. Таким образом, решение вопроса с беженцами было одним из главных политических задач внешней и внутренней политики Турции. По заявлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в результате данной военной операции, то есть военной операции «Источник мира», десятки тысяч гражданских лиц были вынуждены покинуть зону боевых действий. Но на самом деле, как я уже на данный момент известно, что эти цифры в разы больше. И какая же была реакция ЕС? Евросоюз, естественно, можно сказать, осудили действия Турции и призвали остановить военную операцию. При этом Турция заявляла о том, допустим, в октябре 2019 года вице-президент Турции заявлял о необходимости финансирования инфраструктуры в буферной зоне и призывал ЕС способствовать данному финансированию. Однако глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС уже выделила 6 миллиардов евро. Однако мы видели, что, ну, по крайней мере, на период весны 2019-го второй транш был предоставлен неполностью. И Жан-Клод Юнкер также заявил, что ЕС не будет содействовать созданию зоны безопасности на севере Сирии. Однако после гибели более чем 30 турецких солдат в ночь с 27-го и 28-го февраля в результате столкновения сирийской армией в провинции Итлиб Турции было принято решение открыть границы с ЕС для перемещения мигрантов. И несколько десятков тысяч человек незаконно попали на территорию Греции. Однако оценки очень сильно разнятся. Турция заявляет о гораздо большем количестве мигрантов, которые пересели границу. Евросоюз же заявляет о меньшем количестве. И пока что я не нашла каких-то подлинных данных по этому поводу, потому что это было совсем недавно, буквально, получается, полтора месяца назад. Однако доподлинно известно, что власти Греции решили не предоставлять право подачи прошения в убежище всем, кто прибыл в страну незаконно, начиная с 1 марта. Стороной Турции же было принято решение разместить контингент спецназа полиции на границе для пресчения попытков возвращения мигрантов обратно на территорию Турции. И что же мы можем из этого заключить? Так как это было недавно совсем, оценки и мнения и доводы очень сильно разнятся. Данное, и почему же было принято данное решение передаганом, то есть, по сути, нарушить соглашение от 2016 года, и, скорее всего, Турция искала поддержки ЕС в Сирии, военной и политической поддержки. Также в Турции уже не первый год идет экономический, проходит экономический кризис, и увеличивается высокий темп инфляции, увеличивается безработица. Однако, при всем при этом, у Турции и ЕС довольно сильные торговые связи, что, в принципе, не дало, то есть, около половины товароборота Турции приходится на страны Евросоюза, и что, как мне кажется, не дало, наверное, сильно разыграться конфликту резкому. Также это решение, которое приняло Эрдоган в конце февраля, оно, возможно, также имело внутриполитические цели, так как партия Эрдогана, партия справедливости и развития теряет голоса в Турции, и в 2019 году, например, партия потерпела поражение в таких важных городах, так как Анкара и Стамбул, и, то есть, у общества внутри Турции был некий запрос на, то есть, они дали сигнал о том, что политика, миграционная политика Турции, она не соответствует их ожиданиям. И также идет, но в то же время, с конца февраля идет довольно ожесточенная информационная война, это можно видеть во всех СМИ. Турция объявляет Грецию в том, что она нарушает права беженцев и тому подобное. Со стороны Греции и всего Евросоюза звучат обвинения Турции в том, что она пытается использовать беженцев как некое оружие для реализации своих целей, для достижения своих целей. Однако уже выводы из всей этой ситуации и последствия из-за коронавируса, я думаю, их можно будет сделать немного позже. И хотелось бы отметить то, что конфликт все же поутих не только из-за вируса, но также и лидеры Европы. Например, конфликт Германии и Меркель выступала за сохранение соглашения и возможное представление о финансовой помощи Турции. То есть, ну это пока что на словах, конечно. И также, опять же, мы видим увязку вопроса, миграционного вопроса с экономическими вопросами. И Меркель даже заявила о том, что возможны дальнейшие переговоры о таможенном союзе Турции ЕС, который имеет... Я прошу заканчивать, постепенно время стекает. Да, а я думаю, я все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое за выступление. Возвращайтесь к нам сами. Да, сейчас. Да. Коллеги, если у вас есть вопросы, комментарии, суждения, мы будем рады вас услышать. Я пока не вижу в чате, чтобы кто-то подавал знаки. А можно вопрос задать? Да, пожалуйста, конечно. Я просто не знаю, как это делать. Закоматин Артемов, факультет Меропаники. У меня такой вопрос. Вы же знаем, что 20 февраля 2020 года произошла вот эта вот ситуация с турецкими военнослужащими, в результате которых российский ВКС уничтожит 33 турецких солдата. И мне в связи непонятно, если это сделала Российская Федерация, почему Турция пошла на такой шаг, как открытие границ с ЕС. Спасибо за вопрос. На самом деле, как я уже... Как я уже заметила, что ситуация, она неоднозначная. То есть это был предлог. То есть это была не причина, почему Турция открыла границы, а это был предлог лишь. И они оправдывают это тем, что Сирия и вообще... Сирия угрожает Турции, допустим, курды. И поэтому они создали... Собственно, зачем они создали буферную зону? И вообще хотят создать ее для того, чтобы разместить там часть, почти, наверное, половину, если бы около двух миллионов, да, половину беженцев из Сирии там. То есть создать там инфраструктуру и сделать некую такую зону безопасности. И, соответственно, отодвинуть зону конфликта от турецкой границы. И если Турция на турецких солдат, в принципе, нападают в Сирии, значит, есть некая угроза. И на самом деле это был, опять же, говорю, это была не причина, это был предлог. И они захотели, как во внешней политике, заручиться поддержкой ЕС, политической и военной. Спасибо. Спасибо. У меня такой вопрос. Он, скорее, такой, может быть, металлогический. Я попытался обобщить. Вы приняли попытку решить очень сложную, на мой взгляд, очень объемную задачу. Представляете длительный период взаимоотношений Турции и ЕС по поводу миграционного кризиса. Тем не менее, мне кажется, важно отметить те факторы, которые остались за скобками всю историю движения Турции в ЕС, которые сегодня являются тем бэкграундом этих отношений. И мне, наверное, не хватило немножко то есть суммирования тех факторов, которые сегодня влияют на ситуацию, кроме тех, которые проистекают исключительно изнутри Сирии, изнутри вот этого конфликта. Может быть, я поясню. Последние месяцы, точнее, последние 19-го года мы наблюдаем ситуацию с вмешательством Турции в конфликт на территории Ливии. И мы видим расширение зоны конфликта на северо-восточное и на восточное Средиземноморье с возникновением еще более острой дискуссии Турции с Грецией, Турции с Кипром, Турции с Египтом. И на этом фоне вопрос, наверное, тоже курдский как-то, прошу прощения, вопрос беженцев, он тоже как-то меняется. В этой связи не могли бы вы, если коротко, суммировать набор факторов, которые, на ваш взгляд, в обозримой перспективе будут оказывать влияние на процесс, переговорный процесс между Турцией и Европейским Союзом, я подчеркиваю, опять же, Европейским Союзом, а не отдельными европейскими государствами, с учетом меняющейся геополитической и геоэкономической ситуации в регионе. Да, спасибо за вопрос. Вообще, на самом деле, я немножко так начну с предыстории, что когда я уже представила вам тезисы доклада, я потом очень сильно переделала его из-за, соответственно, событий в феврале. И, наверное, сейчас очень сильно на экономику также влияет вирус, и очень сложно прогнозировать, какие, по крайней мере, экономические последствия будут у пандемии. И я думаю, этот вопрос еще встанет. То есть, допустим, известно, что Турция закрыла границы с Сирией вообще. То есть, как один из факторов того, как вирус влияет на данную ситуацию. Я бы выделила... Но, опять же, экономика все равно останется, потому что у Турции с ЕС очень довольно тесные экономические связи. Прежде всего, да, я думаю, это будет экономика, это вступление в ЕС. Ну, вот, опять же, вы сказали, не с отдельными странами, но как раз-таки отдельные страны и выступают очень жестко против вступления Турции в ЕС. Она как в целом... Ну, в целом Евросоюз, можно сказать, препятствует этому процессу и дает некие обещания. Но, мне кажется, это все очень так политически ангажировано. И также, да, экономика, политика и военные действия. Ну, в основном в Турции из беженцев — это сирийские беженцы. То есть, соответственно, будет дальнейший конфликт в Сирии, как он будет развиваться, он будет очень сильно влиять на будущую эмиграционную политику Турции и ЕС. И также взаимоотношение... Немалую роль, я забыла об этом упомянуть, на самом деле, играет в этом переговорном процессе США. Допустим, когда началась операция, которая проходила осенью 2019 года, США просто ретировались и вывели войска с севера. И также, мне кажется, они не последнюю роль играют в этом процессе. То есть, мне кажется, очень много факторов различных. Да, я пыталась это суммировать, насколько у меня это получилось. Хорошо или плохо это уже... Мне кажется, что если вы продолжаете это исследование данного вопроса, мне кажется, ситуация отличается тем, что она меняется очень часто под влиянием различного рода факторов. Поэтому, наверное, надо признать, что это константа, что здесь все постоянно меняется. Вопрос в том, что, мне кажется, куда ценнее было бы не только пересказать эту историю, сколько попытаться, может быть, построить доклад вокруг не хронологии событий, а вокруг конкретных тематических сюжетов, проблем, факторов, проблемных вопросов. Тогда структура была бы, на мой взгляд, очень намного более функциональна. И вам легче было бы в том числе и презентовать, и отвечать на вопросы. Так что это, скорее, совет на будущее о том, как можно такую тему раскрыть более функционально. К нам тем временем присоединился Василий Александрович Кузнецов, руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН. Всем привет! Да, и кого-то я еще не знаю. Тагира знаю. Тагир выступает в следующей студии у нас. Кто такой Степанов В.Е.? Я не знаю, буду рад познакомиться. Здравствуйте, Горбин. Здрасте. Да, так что, коллеги, есть ли еще вопросы к Татьяне по проблематике турецко-европейских отношений вокруг миграционного кризиса? Да. Я пока не вижу реакции. Не вижу. Что ж, тогда мы поблагодарим Татьяну за выступление, за доклад. Спасибо большое. И будем переходить дальше. Дальше у нас по программе доклад Александры Фокиной в факультет мировой политики и мировой экономики. Четвертый курс образовательной программы международные отношения с докладом об интересной проблематике. Да, пожалуйста. Да, ну я, наверное, тоже попробую. Всем здрасте. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана и начну свою волнительную презентацию. У меня не получается. Кнопочка докладима сразу с экрана. Да, я понимаю, но почему-то оно говорит, что оно не хочет. Перебросьте мне на почту. Давайте, я вам... Да, спасибо. Извините, пожалуйста, за задержку. Вконтакте кидайте. Ну или Вконтакте давайте. Прошу прощения за возникшую техническую сложность. Это я. Прошу прощения. У коллег. У меня стало очень волнительно. Могли бы вы еще раз попробовать? Возможно, сейчас что-то поменялось. Нет. Оно мне... Про какие-то системные настройки я извиняюсь. Я просто сейчас вот не учусь, поэтому с Зумом не дружу теперь. Вот везучие четверокурсники уже отучились. Диплом был. Нет, еще вам не выдали ничего. Так, Фойкина вижу. Так. Первый меня... Что? Первый меня... Что у вас за файл? Сейчас, секундочку. Теперь я так ввожу. Так. Саша, скажите пока что-нибудь про вашу тему. Да. В общем, я, наверное, могу потихонечку начать. В общем, как было верно замечено, меня зовут Саша Фокина. Я представляю четвертый курс из школы экономики. И сегодня я буду презентовать, спасибо большое, Григорьевич, часть моей дипломной работы. Доклад называется «Одностороннее насилие в отношении гражданского населения в условиях вооруженных конфликтов в Северной Африке». За пример взята «Гражданская война в Алжире» 1992-2002 годов. Это всего лишь, повторюсь, это часть моей дипломной работы, но поскольку название «Осмысляя Восток» накладывает некоторые географические ограничения, широкие ограничения, большинство кейсов моей ВКР выпали. И тем не менее, я думаю, что рассмотрение примера гражданской войны в Алжире, которая наполнена разнообразной фактурой, а главное, имеет такое значение для региона, который я рассматриваю, оно будет достаточно иллюстративно и полно демонстрировать выводы, о которых я буду говорить. Вот. Грибович, я бы вас попросила перейти к следующему слайду, где представлен план моей презентации, на нем, собственно, сильно останавливаться не будем, и, наверное, попрошу вас еще раз переключить слайд. Собственно, ознакомливаясь с литературой по гражданской войне в Алжире, которой, действительно, очень много как в франкофонной традиции, так и в целом западной англоязычной, я заметила, что чаще концептуализируются и анализируются действия, ну, исламистского лагеря или террористов там конкретно. Но, и если иногда правозащитники в своих докладах или какие-то нишевые агентства говорят о действиях правительства и армии насильственных в отношении гражданского населения, то они тоже рассматривают их отдельно. На мой же взгляд, ситуация в Алжире диктовала общие условия для этих акторов, и их разграничение функционально не имеет смысла. Собственно, в своем докладе я хочу продемонстрировать, какие факторы культивировали культуру насилия в Алжире к 90-м годам, что спровоцировало насильственные действия с обеих сторон. Григорий Иванович, пожалуйста, следующий слайд. Я в назовном порядке обращусь к теории, потому что я очень медленно рассказываю, а фактуры много. Теоретически я базируюсь на подходе Йохана Галтунга, это родоначальник так называемого «violence studies» и теории структурного насилия, и главный тезис заключается в том, что любое насильник — есть продолжение социальных условий. Есть насилие, это всегда насилие в ответ, то есть должно быть первоначальный раздражитель. И это разработано хорошо в западной школе, а потом продемонстрировано и другими менее популярными авторами. Я вот для примера привела Франца Фанона, это большой деятель новой левой войны и, в частности, представитель школы черного национализма. Его работа «The Wretched of the Earth» — «Проклятые земли», не знаю, как конкретно сейчас перевести, она не переведена на русский, говорит о том, что для черного человека и вообще человека в обществе колонизированном другого пути нет, нежели чем насилие в ответ. И тогда только он сможет сформировать собственную идентичность и высвободиться в полном смысле. Вот, на этом, с этой мыслью в голове мы двигаемся дальше. Собственно, переходим к акторам. За государственных, ну, его олицетворением в данной ситуации будет армия и плюс антитеррористический военный корпус и партизанские движения, которые были мобилизованы к 1993-1996 годам. Действительно, свидетельств об их насильственных действиях меньше, поскольку такова актуальная политика, историческая политика в современном Алжире. Но, тем не менее, мы можем говорить о том, что армия занималась устранением политических оппонентов и активистов. Также военные устраивали массовые акты сексуального насилия. И также, вот, конкретно антитеррористический военный корпус занимался зачищением и освобождением территорий, симпатизирующих исламистам. Исламисты — много групп. С одной стороны, это условно-системные, как я видела в одной работе, алжиреисты-исламисты. Это исламский фронт спасения. И также целый спектр радикальных движений, которые, собственно, функционировали. Я думаю, можно двигаться дальше, да. Собственно, переходя к факторам, которые они разделяли. Про войну Алжира за независимость писал еще тот самый Франц Фанон, о котором я говорила ранее. И действительно, этот опыт, как значительный, как опыт, который пережили иллюзии, которые застали гражданскую войну в Алжире, он наложил свои отпечатки. Во-первых, это в целом опыт насильственного метода достижения политических целей, вообще борьбы и освобождений, и продвижения своей справедливости, как писал Гиллиган. А с другой стороны, это очень интересная концепция. Ну, шахады тут неприменимы, но действительно был сформировал некоторый культ мученичества, применительно к пережитому опыту франко-алжирской войны. Например, пытались возвратить из Дамаска и мира, который первый в XIX веке активно противостоял французской экспансии в Северной Африке. И куча символических жестов, которые сейчас трактуют как гротескную демонстрацию возвеличивания репрессированных, оно действительно наложило свой отпечаток на модель поведения, и мне кажется, что это применимо к обоим лагерям, но об этом позже. Что касается политических факторов, после деколонизации все-таки говорить о демократической модели тяжело, особенно с убийством президента, и мне кажется, что нет, не сформировалась по очевидным причинам ни культура транзита, ни, собственно, вообще какой-то открытости в этом смысле. Поэтому я говорю об авторитарной традиции и о том, что армия в политическом процессе была активно вовлечена. Могу привести несколько примеров, как это выливалось в насильственные действия. Например, в верхушке военной выделяют историки так называемых терминаторов, которые всегда лоббировали насильственные, силовые решения вопросов даже в процессе проведения мирных переговоров. Также в какой-то момент в 90-х МВД сняли 500 судей, потому что они принимали еще мягкие решения. И в целом такая ориентация, она может быть... Ну, ее иллюстрации можно найти легко, там говорится о том, что я готов убить 3000 человек, лишь бы... Вот, извините, цитату приведу. Я готов и полной решительностью убить 3 миллиона алжирцев, если это цена за сохранение порядка, которому угрожают исламисты. Это руководитель Департамента внутренней безопасности алжирской разведки. В то же время исламисты и акторы инспирирования, так скажем, они не проникли с доверием к демократической модели, называя их ее чуждой мусульманскому миру. Я думаю, что это тоже можно будет в дальнейшем отсудить. А пока двигаемся дальше, потому что я думаю, что я уже понятая много. На социально-экономическом факторе я глубоко остановиться не буду, потому что он, на мой взгляд, более понятен. Это действительно неблагоприятная конъюнктура цен на нефть, которая определила дестабилизацию общества, уровень безработицы неуклонный рост с середины 80-х. И это, в частности, нашло свое отражение в политических манифестациях исламистского лагеря, который победил на выборах. И при этом мы можем говорить о важном демографическом факторе, поскольку во многом часто образованная, но все же безработная молодежь алжирская, именно она выходила на улицы изначально. В конце 80-х для молодых людей от 16 до 25 лет 75% не имела работы. И вы можете, ну, как бы, мне кажется, тезис о том, что молодежь — это драйвер протестного движения, он, как бы, существует, поэтому о нем мы заострять внимание не будем. И, наконец, внешний фактор. С одной стороны, это влияние на, как бы, в обстанческий лагерь, это влияние афганских боевиков. Во-первых, в целом вдохновение тем, что такая модель противостояния системе, она возможна. И такое влияние имело два измерения. С одной стороны, это просто физическая иммиграция афганских боевиков для поддержки и помощи. А с другой стороны, это несколько амиров исламской вооруженной группы до начала 90-х тренировались в Афганистане. И даже там, в Джаджи, был организован эксклюзивный лагерь для них. Поэтому мы можем говорить о таком обмене. С другой стороны, это государственная поддержка. С одной стороны, это, ну, Алжир в целом был поддержан мейнстримным международным сообществом в лице Франции, в лице ЕС и Международного валютного фонда, который спонсировал эту ситуацию. И с другой стороны, мы имеем более нишевую историю. Некоторые считаются, ну, некоторые недоказаны, что там Судан, Саудская Аравия или Иран поддерживали исламистов. Но это действительно встречается в литературе, и мне кажется, об этом важно говорить. Наконец, к концептуализации этой ситуации и к выводам. Григорий Иванович, можно, пожалуйста, следующий слайд? Я набросала какой-то фактурой. Я, к сожалению, может быть, плохо ее организовала в том плане, чтобы изложить за 10-15 минут. Но мой тезис изначальный, что эти факторы структурно и системно не разнятся для, что одних субъектов насилия, что других, мне кажется, подтвержден. Мы можем говорить о трех группах факторов. Это непосредственно определившие насильственный путь, то есть сформировавшие соответствующие факторы, в частности, исторические факторы, паттерны, и те, которые культивировали отказ от альтернатив. То есть, например, недоверие демократии, участие армии в политическом процессе. С другой стороны, у нас есть общие, опять же, для всех субъектов насилия, факторы, создающие условия социальной ненапряженности в государстве. Это одна система, и она одинаково кипит из-за безработицы и бедности общей. И, наконец, я говорю о факторах фасилитации. Это то, что делало этот процесс насильственной борьбы, а, возможным, б, таким затяжным, поскольку действительно грязная война продолжалась 10 лет, и оценки жертв разнятся, но самые высокие останавливаются на отметке 200 тысяч погибших, из них половина — это гражданское население. Мне кажется, это значительно. Вот. Далее следует мой скромный список литературы, мне кажется. Григорий Валерьевич, можете? И, наверное, на этом бы я закончила. Извините, если это было сумбурно, я давно сижу на карантине. Вот. Но я надеюсь, я очень жду вашего фидбэка, потому что, повторюсь, это небольшая часть моей дипломной работы, и все идеи, мысли экспертов и коллег я бы готова выслушать. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, я не сильно вышла за таймингом. Уложились ровно 12 минут, поэтому претензий нет никаких. Спасибо большое. Я могу остановить демонстрацию, да, экран? Да, да, спасибо вам большое. Спасибо. Коллеги, представлен доклад. Если есть вопросы, будем рады дать возможность выступить. Я вижу, уже Василий Александрович Кузнецов включил видео, значит, есть комментарий. Здрасте. Здрасте. Да, это можно? У меня тут, кстати, как раз в зале картинка Арана. К вопросу. Спасибо, очень интересно. Я, в общем, совсем согласен. Мне кажется, что очень хорошо, что вы обращаете внимание на факторы, связанные с историческими некоторыми предпосылками, с культурой насилия. Но, по-моему, интересно обратить внимание на то, что, да, это вот такая, как сказать, литмотив, который мы обычно все, кто занимается Алжиром, повторяем, что, ну, собственно, что хотеть от нашего любимого Алжира, когда там в 19 веке колонизация проходила и вызывала массовое сопротивление и сопровождалась массовым насилием с обеих сторон. И в 20 веке этот период насилия, он продолжался, кульминацией его стала война за независимость. И, в общем, политический режим уже социалистического Алжира тоже нельзя назвать самым таким, как бы это сказать, пацифистским. Но вот посмотрите, при том, что это все правда. Как же так получается, что у нас прошло после гражданской войны 20 лет. И за эти 20 лет каким-то образом так получилось, что вдруг страна изменилась. И как так получилось, что у нас и уровень насилия принципиально снизился, и уровень внутренней демократичности, он принципиально выше, чем... Без всякой арабской весны это было уже в 2000-е годы. Принципиально выше, чем в большинстве других арабских стран. Ну, за исключением, может быть, если брать 2000-е годы, за исключением, может быть, Ливана. Но он выше, чем во всем Магрибе. И вот это интересно. Что же произошло? Да, обычно говорят, что... Вот Борис Васильевич, например, обычно говорят, что вот это была такая травма, и алжирцы эту травму переживают до сих пор. И поэтому и арабской весны там не было, и ничего нет. А с другой стороны, ну, а до этого травмы были. Но до этого травмы не помешали в 90-х годах убить 250 тысяч человек. Причем тут хороших нет. Когда мы говорим... Мне кажется, вот это тоже важный вопрос. Это не вопросы, да? Это просто некоторые комментарии размышленные на тему. Когда мы говорим про исламистов и про армию, мы должны понимать, что если армия – это некий достаточно формализованный акт, то исламисты – это гораздо менее формализованный акт. И чтобы был такой уровень колоссальной насилии, та и другая сторона должна пользоваться большой социальной поддержкой. И эта социальная поддержка была и до сих пор сохраняется. Мы ездили, я помню, в Джиджиль. Ну, в Джиджиль мы не ездили сами. Мы проезжали через Джиджиль два года назад, это было, кажется. Два года назад, понимаете. Там до сих пор вы видите граффити Исламского фронта спасения. При том, что организация считается террористической, а Джиджиль, простите, вы на карте можете увидеть это, в общем. Я просто не уверен, что все так хорошо знают географию Алжира присутствующих. Я не знаю, что это не самая глубокая провинция. Это 100 километров от столицы, на берегу моря. Значит, вот эта социальная поддержка, она была у обеих сторон. И это насилие, оно носило такой не вертикальный, а скорее горизонтальный характер. Это было межгрупповое насилие, это была, в общем, гражданская война внутри одного общества. Мне кажется, что вот эти моменты, они такие любопытные, на них стоит обратить внимание. Я бы, конечно, вам... Поскольку вы в магистратуре, да? Нет, я буквально заканчиваю. А, Саша, очень хорошо. Ну, если вы будете этим сюжетом продолжать заниматься, я бы просто порекомендовал еще несколько работ, в том числе, если вы Алжиром. У вас французский есть, да? Да. Ну, надо обязательно посмотреть... Во-первых, надо посмотреть то, что на русском вышло в прошлом году. Вышка как раз создала Тильле и Калеваса. Тильле относили от мобилизации к революции, да, по-моему, называется, его классическая работа. И Калеваса логика насилия в гражданских войнах, вот к теории. А по... А по Алжирцам надо будет вам... Если вы мне напишите, я потом вам какую-то библиографию скину. Хорошо, спасибо. Я не помню, если тут сидя на даче, мне в голову не приходит. Ладно, все. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Я думаю, что... Ну, в общем, я тоже могу только согласиться. В этом смысле. А у вас еще была книжка «Ближний Восток» в глобальном контексте, тоже можете посмотреть, там есть глава про насилие. Хорошо, хорошо, спасибо. Но мне кажется, что вот именно с тем, что в Алжире некоторое затишье, были же опасения в 2019 году после смещения Бутуфлики о том, что непонятно, как теперь вообще мириться с... Ну, как вообще будет выстраиваться политика в отношении радикально настроенного населения. Я слышала, ну, условно, от моих знакомых алжирцев, что там же интересная политика, например, в отношении террористов. Если ты сдаешься сам, как бы с тебя снимаются, ну, то есть все обвинения. А, условно, так идет полная, ну, и тотальная зачистка. И было непонятно, в какую сторону качнется система в плане усиления за счет какой-то армейской мобилизации или наоборот. Вот. Да, ну, собственно, могу только согласиться. Вот. И, может быть, есть еще вопросы, коллеги? Ну, тогда, наверное, Григорий Варевич. Да, я смотрю, нет ли поднятых рук? Вроде бы нет. А, ну, может быть, у нас, я вот вижу среди присутствующих у нас есть Анастасия Василенко, которая магистрскую писала о Алжио. Может быть, Анастасия что-нибудь скажет? Прокомментирует? А, сейчас я ее уже не вижу. А где она? А, нет, есть вот она. Анастасия, вы с нами? Ау. Да, здравствуй. Здравствуйте, Анастасия. Так. Извините, у меня небольшие проблемы со звуком и со связью, поэтому не удается подключиться с видео. Но, в целом, хотелось бы сказать, что доклад выступления вышло довольно интересным. Вот. Мне очень понравилось, как все было систематизировано и сгруппировано, и, в целом, разложено по полочкам, что, конечно, приятно увидеть в виде простой презентации, а не после того, как ты примерно пишешь 100 страниц на эту тему. Вот. И так, в целом, хотелось бы только положительно оценить этот доклад. Даже не могу найти, к чему придраться. Вот. Поэтому спасибо вам за проделанную работу. Интересно было взглянуть и на список литературы, потому что я там нашла и для себя некоторые новые, как это называется, наименования. Вот. Поэтому спасибо вам и успехов в дальнейшем изучении Алжира. Спасибо большое. Спасибо. Будем обращаться к вам на помощь. Да. Нам надо сделать какой-то алжирский кружок. Я думаю, легко. Легко. Ну, Александр еще в ее работе еще в Нигерии, поэтому он должен с канидеристик. А Сьера-Леона и Буркино-Фасо для вас пустой звук, Григорий Валерьевич? Я еще не видел конечного текста про Буркино-Фасо. Текст про Буркино-Фасо и... Так, это Сьера-Леона. Африки. Что-что? Что-что? Сьера-Леона, Буркино-Фасо, Нигерия – это все в Институт Африки. Да, да. Но в то же время... Но в то же время, как это все связано, и в частности с событиями, которые мы сейчас обсуждали, в плане обмена и переливания насилия и всей протестной культуры в радикальном ключе. Хорошо, спасибо большое за доклад. Я вижу, что вроде бы больше вопросов у нас нет, и желание прокомментировать я тоже не слышу, не вижу никаких знаков от слушателей. Наше число постепенно растет, нас уже 15, это хорошо. Это, так сказать, повышает нашу значимость, по крайней мере, в собственных глазах. Итак, друзья мои, спасибо, Александра. Спасибо за доклад. И мы переходим дальше. У нас по программе Афганистан. У нас Елизавета Мариева. Елизавета, вы с нами? Да, добрый день. Я сейчас попробую включить презентацию. Надеюсь, у меня все выйдет. Окей. Окей. Мы плавно перетекаем по региону. То мы были с вами в районе Турции, в районе Сирии, перешли в Алжир. И сейчас нас резко переносят на противоположный конец региона, а именно в Афганистан. Ну, наш регион тем и отличается, что он большой, разнообразный и очень интересный. Как дела, Елизавета, с презентацией? Сейчас, секунду. Ой. Сейчас. Так, наверное, вы должны видеть. Вот, вот так. Всем видно. Видим ваш рабочий стол. А теперь видим презентацию. А, все, отлично. Так, добрый день, коллеги. Меня зовут Мария Елизавета. И я учусь в Высшей школе экономики на международных отношениях на третьем курсе. Я сразу хотела бы сказать, что это выступление является для меня таким, можно сказать, дебютом первым. И поэтому, и также моя работа тоже является для меня первой работой про Ближний Восток. И поэтому я буду очень рада любому фидбэку и любым комментариям с вашей стороны. Вот. Моя работа называется «Сравнительный анализ подходов к концептуализации проблемы Талибана» в Афганистане при Джорджи Буш-младшем и Дональде Трампе. Начать хотелось бы, наверное, с такой, может быть, с исторического отступления, с чего вообще все началось. Как всем известно, что 11 сентября 2001 года произошла серия террористических актов, которая стала, наверное, поворотным событием не только для Соединенных Штатов Америки, но и для всего мирового сообщества в целом. И до этого момента еще не было в истории человечества настолько катастрофического теракта, каким явились эти теракты. Они унесли почти 3000 жизней, вдвое больше было раненых, и экономические потери тоже было не сосчитать. Но в моей работе, наверное, рассматривается другой аспект. Это скорее то, что трагедия продемонстрировала способность негосударственных субъектов наносить колоссальный ущерб таким сверхдержавам, как Соединенные Штаты. И показала вообще в целом уязвимость мирового сообщества перед катастрофическими последствиями терроризма. И, само собой, во внешней политике Соединенных Штатов это также нашло отражение. И в тот же вечер президент Соединенных Штатов Джордж выступил с заявлением, где он заявил, что разведывательные и правоохранительные органы США направили все свои ресурсы, чтобы найти ответственных и привлечь их к ответственности. И в том числе, что они не будут делать различия между теми, кто совершил это злодеяние, и теми, кто их укрывает. И мне кажется, что это такая ключевая точка моего исследования. Сначала я бы хотела оговорить теоретические основы. Это, в первую очередь, теория секьюритизации, которая является разработанным учением Копенгайенской школы, которое... Это учение было сформулировано после Холодной войны, и ее главными идеологами можно назвать Оли Уэвера, Барри Бузана и Япо де Вильде, которые, как вы видите, в своем главном труде описали основные теоретические аспекты, среди которых я бы хотела остановиться на концептуализировании образа врага и противопоставлении себя и чужих. То есть это помогает нации, в том числе, самоопределиться и противопоставить себя чему-то чужеродному. Также это легитимация и символизация ответных мер со стороны правительства. То есть я, наверное, подробнее на каждом пункте остановлюсь чуть дальше, я просто хочу немножечко погрузиться, можно сказать, в теорию. Вот. Легитимация и символизация ответных мер — это то, что позволяет правителю, в том числе, получить одобрение от народа на ведение военных действий. Вот. И, в конечном итоге, десекьюритизация проблемы, что можно описать, наверное, тем, что проблема начинает меньше освещаться в СМИ, и то, что в целом, наверное, заявления политиков становятся не такими уж ярыми по отношению к угрозе, и можно сказать, что сводится на нет. Переходя к следующему слайду, здесь вы можете видеть самого Джорджа Булуша-младшего, и это запись его выступления вечером 11 сентября, где он, как мне кажется, выступил с очень четкими для него, для самого и определяющими последствия политику Соединенных Штатов, наверное, на два его президентских срока вперед, заявлениями. Вот. И несмотря на то, что выступление было само по себе довольно коротким, оно продлилось чуть больше четырех минут, но его выступление было очень эмоциональным и переполнено вообще отношением президента к фразами с отношением президента к самой проблеме. В первую очередь хотелось бы остановиться на такой фразе, где он высказал, что тысячи жизней внезапно закончились злыми, подлыми актами террора. То есть он не ставил под сомнение, что это были именно террористические акты. То есть это даже никто не пытался оспорить. И при этом, как было отмечено раньше, в этом же заявлении он сказал, что не будет делать различий между самими террористами и теми, кто предоставляет им укрытие. И тем самым Джордж Булуш показал, что не собирается останавливаться перед целью достижения справедливости. Также в обращении он сделал акцент на свободе и демократии Америки в противовес вражеским идеалам, то есть терроризму. И такие фразы, как «Америка была целью нападения...» Три-четыре минуты у вас есть. Три-четыре минуты. А, да, хорошо. Я ускорюсь. И в том числе такие фразы, как «Америка была целью нападения», потому что это самый яркий маяк свободы, и то, что мы должны защитить нашу свободу, и все хорошее и справедливо в этом мире, как мне кажется, как раз-таки является проявлением того первого пункта противопоставления себя и врагу. Да, тут также я перехожу уже непосредственно к Талибану, к рассмотрению. Тут, наверное, хотелось бы отметить, что также Джордж Буш, поскольку у него не было сомнений, что это был теракт, и через некоторое время США стали заявлять, что его зачинщиками стала террористическая организация Аль-Каида и сам Усам бен Ладен, то через какое-то время, 20 сентября, они обратились к самому Талибану с требованием доставить США всех лидеров Аль-Каиды и закрыть тренировочные лагеря террористов. И, получив отказ, поскольку Талибан не хотел выдавать, ну, можно сказать, своих, ну, трудно сказать, друзей, но все же, вот, то также США начали продвигать теорию, что Талибан сами террористы, поскольку укрывают Аль-Каиду, и что можно вот видеть в этой фразе, как раз режим Талибов сделал эту страну святилищем и полигоном для международного терроризма. Также Джордж Буш, как всем известно, в 2001 году ввел на территорию Афганистана свой военный контингент и назвал эту военную операцию «Несокрушимая свобода», которая длилась до 2014 года. Ну, на самом деле, как всем известно, что США располагают свои военные силы там до сих пор. Ему нужно было это как-то обосновать, и в первую очередь не только для своих граждан, но и для мирового сообщества, чтобы они смогли его поддержать, и в том числе помочь с вторжением. Вот, и поэтому Джордж Буш начал заявлять, что терроризм в целом опасен не только для самой Америки, но и для всего мирового сообщества в целом. Вот. Но поскольку я думаю, что время нужно ускориться, поэтому я, наверное, перейду сразу к Дональду Трампу, потому что здесь, наверное, видны основные фразы, которые он говорил в этот период, которые конституализировали проблему Талибана. Так. А здесь мы можем видеть уже, что происходит сейчас. Ближе к концу правления Джорджа Буша можно сказать, что рейтинги правителя стали падать, несмотря на то, что во время начала кампании они поднимались аж до 90% рейтинга одобрения самого Джорджа Буша, то к концу уже он колебался где-то около 50%. Вот. И сама война стала непопулярной, потому что люди гибли, и непонятно во имя чего. Потому что в 2011 году уже был уничтожен лидер террористов Аль-Каиды Усам Бен Ладен, и люди не понимали, для чего они воюют. Так далеко. Вот. Безопасности внутренней и внешней. Слово террористы около Талибана. Вот. Также, как вы можете заметить, что глава делегации талибов и посланник из США также жмут руки на этой фотографии, что также характеризует то, что риторика по отношению к талибам изменилась. Вот. И на данный момент ведутся приговоры о том, чтобы изъять Талибан из санкционного списка Совета безопасности ООН и снять американские санкции. Но мне кажется, что это скорее такой вымышленный и нереальный поворот событий, поскольку все же это очень трудно совершить, и Талибан глубоко засял в головах американцев как именно террористическая организация, а скорее Дональд Трамп, поскольку он сам популистский правитель и пытается как-то вывести все же войска с территории Афганистана, он пытается что-то сделать, но я не уверена, что это еще будет при его управлении. Вот. И тут я, наверное, подведу итог моему выступлению и благодарю за внимание, прошу, может быть, тоже задать вопросы или сказать свой фидбэк. Спасибо большое, Елизавета. Как-то у меня возникло такое ощущение диспропорции между материалом про Джорджа Буша и про Трампа. Как-то Трампа мало, хотя, понятно, вы были такие знаковые фигуры. Подняла руку Александра Фокина и написала об этом. Пожалуйста, Александра, ваш вопрос, комментарий. Лиза, спасибо вам, почему нет, за доклад. Мне кажется, что это, на самом деле, бесконечно интересная тема, и она должна изучаться в нашем академическом поле тоже, потому что все, что связано с секьюритизацией террористического дискурса, это действительно не самая распространенная тема у нас, хотя в американской, в частности, академии, конечно, цветет и пахнет. Мне кажется, что важно отметить, что эта секьюритизация действительно работала, потому что, ну вот, например, мне пришел в голову эпизод, когда в Америке действительно была огромная дискуссия по поводу того, где судить виновных в теракте. И самые, собственно, озадаченные ситуации лоббировали, чтобы это проходило в Нью-Йорке, и чтобы присяжные были из Нью-Йорка. И мне кажется, что, ну, в этом смысле это демонстрирует, конечно, это была огромная трагедия и все, но действительно реакция была в том числе накручена, извините, такими ответными мерами. Я нисколько не приумоляю потери и проще, но я говорю о том, что это действительно работа. Мне кажется, что было бы интересно еще в этом смысле. Ну, то есть, я понимаю, что вы сравниваете Буша и Трампа, но все мы знаем, что между ними было еще. Вот, и мне кажется, что было бы интересно посмотреть, как она все-таки эволюционировала, ну, вот без вот этого пропуска. А мне кажется, что она нагнеталась и нагнеталась, и именно потому, что Трамп такой контрнарратив, такая оппозиция истеблишменту. Это секьюритизация и все-таки условно более форсированный вывод войск из Афганистана, хотя, конечно, нет. Он вот на этом бы более ярко играл, может быть, мне так кажется. Собственно, для этого я поднимала руку. Спасибо. Да, спасибо за комментарий. Ну, собственно, вот как раз в моей курсовой работе, коей частью является это выступление, я скорее останавливаю внимание на дискурсе Барака Обамы, нежели Дональда Трампа, потому что я именно рассматриваю период несогрешимой свободы, то есть вплоть до 2014 года, поэтому вот там как раз я более подробно остановлюсь на этом вопросе. Спасибо. Из-за этого вот со своей стороны, может быть, пару слов скажу, свою лепту внесу. Мне показалось, что вот для вашего выступления, ну, во-первых, поздравляю с дебютом, он удался, и вот коллеги пишут в чате, что тоже удалось. Удалось. Мне кажется, презентации не хватило немножечко выводов. С учетом того, что вы проводите некое сравнение между двумя лидерами, получилась такая своеобразная диспропорция, с одной точки зрения, что получилось немножко больше внимания уделено, да, сильно больше уделено внимания Джорджу Бушу, и меньше, сильно меньше внимания уделено Трампу, и не совсем понятно там то же самое, как вы его реконструируете, и где, собственно, само сравнение, да, то есть, собственно, вот как, где не хватает немножко аналитичности для аналитического анализа, анализа того, что, собственно, мы получили в результате сопоставления двух дискурсов от Трампа и от Буша, да, что мы получаем от сравнения, какие изменения произошли, почему они произошли, да, как это концептуализировать, да, каким выводом мы приходим из этого, что нам дает это знание. Вот. Если бы вам сейчас, как бы, мы предложили бы поразмышлять на эту тему, что бы вы сказали, что дает нам это сравнение, в чем, может быть, не только по форме, но концептуально в содержании изменяется вот эта вот самая риторика в отношении талибов? Что нам дает это основание? Спасибо за комментарий. Я думаю, что в первую очередь я выбрала этих двух правителей, в том числе, потому что их нарратив совершенно разный, и в том числе, как уже отметил Александр, Трамп несколько отходит от канонов, вот, и поэтому я как раз хотела сравнить, но да, я соглашусь, что, наверное, выводы были довольно скомканными, вот, это, наверное, просто из моего волнения и из-за того, что я немножко не подрассчитала по времени, вот, но мне кажется, что основным вообще отходом, наверное, от предыдущего дискурса явилось то, что Дональд Трамп больше не считает террористами талибан, поскольку он звонит им по телефону, это первый политик тот, кто вообще действительно напрямую начал общение с талибами, не просто там посредством послов или других каких-то дипломатических деятелей, а сам действительно взял и позвонил, и после этого он отозвался только в положительном ключе талибов, и также при нескольких своих выступлениях, при перечислении террористических организаций он отдельно отмечал именно, что есть террористы, а есть талибы, то есть мне кажется, что это именно вот ключевое, ключевой момент, вот, и что он идет с ними на переговоры, поскольку именно при Джорджи Вуши считалось, что террористы, они хотят сломить Америку, сломить ее дух свободы, дух либерализма, и поэтому мы с ними не можем просто даже ни о чем общаться, потому что они посягают на основные ценности американцев, вот, и с ними не ведутся переговоры, а как мы видим, что здесь они даже друг другу руки жмут, и все нормально. Вот, может быть, тогда стоит, может быть, деконструировать этот образ, да, вот просто с учетом вашей формировки темы, да, что идет концептуализация, подход к концептуализации проблемы, да, то есть мы же, концептуализация проблем подозревает не только, как он его называет в своем дискурсе, как он их называет, да, но что он под этим словами подразумевает, вот, деконструируя этот образ, что поменялось там, вот, не в соль, там, террористы, не террористы, а в содержании, а кто они тогда, да, то есть, вот, может быть, стоило бы вот на этом внимание еще сконцентрировать внимание, а кто они для того же самого Трампа, не просто как маркер, но что за этим маркером стоит, готов ли он их воспринимать как какую-то социально-политическую силу, естественную, нормальную, неаномальную, в чем это нормально заключается и так далее. Ну, вот это было просто, мне кажется, было бы интереснее и содержательнее. Угу, хорошо, спасибо за комментарий. У кого-то есть еще вопросы, коллеги, к Елизавете? Так, я не вижу пока никакой реакции. Друзья, тогда спасибо, поблагодарим Елизавету, еще раз поздравим ее с дебютом на научном мероприятии, в условиях карантина еще, к тому же, это такой специфический опыт, но в любом случае ценный, мне кажется, ценный и содержательный. Спасибо. Спасибо. Так, у нас мы переходим очень плавно, мы хорошо идем по графику к нашему завершающему в этой сети докладу от Артема Ломакина из магистрата факультета мировой политики Московского государственного университета. И я, чтобы не затягивать больше, передаю ему тогда слово. Пожалуйста, Артем. Добрый день. Я рад вас приветствовать, уважаемые коллеги. Опять же, повторительный зовут Артем. В настоящий момент я являюсь магистрантом первого курса и обучаюсь на факультете мировой политики МГУ имени Луоноса на кафедре международной безопасности. Уважаемый модератор Григорий Валерьевич, уважаемые делегаты, для меня это большая честь выступать перед вами в рамках второй всероссийской конференции «Осмысляя в Восток». В этой связи хочу поздравить вас с началом второго дня священного для всех мусульман месяца Рамазана. Значит, данная научная конференция является одной из первых, которая проходит в данном формате в такое непростое для всех нас время. Теперь же, переходя непосредственно к теме моего выступления, хочу отметить, что я готов к ведению активного диалога со всеми коллегами сегодня и готов ответить на все ваши вопросы, не дожидаясь конца моего выступления. Было бы признательно, если бы могли остановить, спросить и так далее. Значит, выбор темы моего выступления имеет определенную мотивацию. Сегодня я хотел бы разобраться в этом комплексном вопросе вместе с вами, в первую очередь, от старших коллег, получить какие-то, может быть, наставления, рекомендации, где, что почитать и так далее и тому подобное. И получить ответ на некоторые вопросы. Для меня главной задачей сегодня является поиск актуальной информации по данной теме, которая могла бы быть представлена сегодня. Итак, непосредственно к докладу. В моем понимании, я представляю часть мнения Григория Григория Косача, ЛАК – это как западная часть Ближнего Востока, и Совет – это как восточная часть, которая имеет между собой планы, они имеют серьезные планы по обеспечению безопасности в регионе, по контролю ситуации и так далее и тому подобное. Ныне Лига, начну я, пожалуй, с ЛАК, действует таким образом, чтобы удовлетворить интересы ранее рекреационных государств, то есть удовлетворяя интересы других стран, что мы, как с вами знаем, в 2014 году привело к окончательной заморозке деятельности Сирии, которая не позволила Дамаску занять официальное кресло, а его непризнанным оппонентам дали возможность получить посольство в 2012 году в Катаре. Лига с пиететом отписалась в падение режима Каддафи в 2011 году. Помимо этого, приветствовал участие Катара и Арабских Эмиратов в помощи свержения Каддафи. Я хочу сказать следующее, что для того, чтобы понимать расстановку сил в ЛАК, нужно понимать мотивацию и некоторые скрытые смыслы в действиях стран. Как мы с вами все уже знаем, официальная реакция ЛАК на происходящее событие стало экстренное заседание и принятие решения 74-38. В данном документе 16 ноября 2011 года Лига приостановила членство Сирийской Арабской Республики. За данное решение проголосовало 18 из 22 стран-участников Лиги. В тот день от данного голосования воздержался Ирак, а против стали сама Сирия, Йемен и Ливан. Я считаю, что этот список не случайный, и у меня есть доказательства в пользу того, что эти страны имели определенную мотивацию, чтобы проголосовать. Важно понимать, что данный механизм уже прошел апробацию в рамках Лиги Арабских государств, которая имела систему изгнания государств. Это изгнание Египта из Совета в период с 1979 по 1989 года, а затем уже изгнание Ливии с 22 февраля по 25 августа 2011 года. В этой связи хочу определить позицию Ливана, Йемена и самой Сирии по этому вопросу. Значит, все эти страны не желали усиливать без того господствующее положение в рамках Совета Катара и Саудас-Карай. Их коллективные позиции относительно нахождения Асада власти в Сирии и его политики, которая не находит одобрение со стороны сирийских граждан. Во многом действия официального Берута и Саны можно обвести с тем временем и безопасить собственные страны от того, что с падением политического режима Асада следующими целями исламистов окажутся именно эти столицы. Теперь хочу перейти к тому, что следующим судьбоносным для Сирии событием в рамке деятельности ЛАГ стал 2013 год. На этой фотографии вы можете видеть соглашение в Кэм-Дэвиде, это 1979 год, когда Египет пошел на признание ряда положений, в том числе и признание Израиля, за что и получил изгнание из ряда стран ЛАГ. Следующим судьбоносным событием за Сирией в рамках деятельности ЛАГ стал 2013 год, и прошедший там саммит в Дохе. В ходе работы саммита было разработано следующее решение. Был третий пункт, очень важный третий пункт решения номер 580, это развитие обстановки в Сирии, подтверждение прав желающих государств, предоставить все средства самообороны, в том числе и военные. Таким образом, был легализован официальный механизм поставок вооружения сирийской оппозиции. Помимо этого, давайте обратим с вами особое внимание на тот факт, что позиция Каттера по отношению к Сирии стала господствующей в лиге. Данная позиция наглядно демонстрируется в основных интернет-публикациях и на сайтах саммита ФЛАГ с 2009 по 2013 годах. Манипуляции по замену флага Сирийской республики на символы сирийской оппозиции, замена его цвета государственного флага Каттера позволяет мне сделать следующее выводы. Лига пошла по линии признания экстремистских сил, которые прикрывались именем оппозиции. Лига демонстрирует наглядную перемену баланса силы в сторону Дохи. Помимо роста власти, авторитета Каттера сильно возросло влияние и королевство Саудовской Аравии, но при этом обе страны являются давними и верными союзниками стран коррективного запада, прежде всего Соединенных Штатов. И, наконец, страны Лиги отказывают принимать тот факт, что сегодня деятельность данной организации по факту занимается обслуживанием лишь узкого интереса участников флаг и не способствует оздоровлению региона, а напротив еще глубже ударяет по региону. Теперь же, чтобы не было дисбаланса, я бы хотел это место для представителей оппозиции, которое заменило официальное представительство Сирии. Теперь же, чтобы не было никаких перекосов, перейду к Совету сотрудничества. По состоянию на конец апреля 2020 года хочу сделать такой вывод, что организация постепенно уходит в себя. Одним из первых, одним из главных направлений работы сегодня, по результату мониторинга, стала борьба с коронавирусом, по результатам которых была подготовлена экстренная сессия и было выявлено, что на территории стран залива монархии находятся 16 тысяч заболевших. В этой связи Совет сотрудничества арабских государств выступил с инициативой создания единой сети обеспечения продовольственной безопасности в регионе. Эта инициатива была озвучена 16 апреля. Стороны обсудили пути решения кризиса, возникновения в сети региональной торговли на фоне пандемии и решения вопросов по нестабильному состоянию на нефтяном рынке. Вот последняя новость стала телефонный разговор с президентом Российской Федерации. И последняя новость, это опять же повторение озвучения проблемы о продовольственной безопасности 17 апреля 2020 года. Теперь же хочу высказать мысль о том, какую сегодня в сравнении с Советом и Лигой Лига сделала при успевании, сделала успех по работе на сирийском направлении и какие методы она использует для того, чтобы вернуться на этот трек заинтересованности в решении конфликта. Одним из первых направлений деятельности Лиги стала работа по теме риска коронавирусов в лагерях сирийских беженцев. 12 апреля Ахмад Абдульгейт, генеральный секретарь Лиги Арабских государств, заявил об опасности распространения коронавируса более чем 12 миллионов сирийских беженцев. Ситуация в Сирии остается крайне опасной и требует внимания всего мира. В самой САР 6,5 внутренне перемещенных лиц за рубежом остается еще более 5,5 миллионов беженцев. В этой связи введение боевых действий и распространение пандемии может привести к ужасным последствиям. Во втором направлении встала работа Лиги, которая потребовала от Организации Объединенных Наций принять меры по прекращению поставок в Турции боевиков в Ливию. Я упоминаю Ливию, потому что, мне кажется, с моей точки зрения, работа по этому направлению может экстраполировать направление деятельности Лиги и на Сирию. То есть, если сейчас основной акцент ввиду активизации активных действий в Ливии могут привести к повышению интереса именно к Ливии, то полученный вот этот вот опыт можно будет перенести на Сирию. Мне кажется, в этом есть определенная логика, и страны Лиги это понимают, поэтому пытаются привнести изменения в ситуацию в Ливии. Эта новость пришла 19 апреля, когда парламент Лиги Арабских государств потребовал от Турции отказаться от военного вмешательства в дело Ливии, ставшего главной причиной эскалации внутриливийского кризиса. И, наконец, инициатива Лиги, которая была озвучена следующим образом. Значит, было произведено обращение Израилю, которое использует, якобы использует коронавирус для расширения своих поселений. То есть, здесь мы видим попытку регулирования арабо-израильского конфликта, то есть попытку какого-то диалога, призыва к решению компромиссу. 8 апреля 2020 года руководство Лиги Арабских государств обвинило Израиль в использовании вспышки коронавируса для расширения своих поселений на оккупированных территориях западного берега реки Ордан. Об этом 8 августа было официально озвучено, и еще за двое суток до этого официальная позиция Натаньяхова и спикера КНЕС была следующей, чтобы сформировать инициативную группу и решить этот вопрос на территории поселения. То есть таким образом намечается какая-то попытка позитивного диалога, решения конфликта через пандемию, как бы это ни казалось ужасным. И, наконец, одним из финальных направлений, которые я выделяю, это стремление Лиги Арабских государств, которое выразило 8 апреля того же года надежду на конец войны в Йемене, как сообщает информационное агентство 1 красная весна 8 апреля правительственная коалиция Йемена в главе Саудской Аравии объявила о предстоящем прекращении огня. Это сделано для предотвращения возможной вспышки эпидемии коронавирусной инфекции в Йемене. В этой связи хочу сказать, что йеменские хузи-куситы предварительно поддержали режим прекращения огня, а также обратились в ООН со своим предложением о прекращении войны, и блокады страны со стороны саудитов и их соединников. Доклад окончил. Хочу обратить внимание на последние слайды и озвучить свой краткий вывод. Значит, это свежая инфографика. 5 апреля она предоставлена этого Турция занимается транспортировкой боевиков, невзирая на проблемы, связанные с пандемией. Вроде, надо было соблюдать режим самоизоляции, а они ведут поставки вооруженных групп через Средиземное море. Это лаборатории израильтян, которые пытаются решить вопрос в поселениях, чтобы избежать недопонимания со стороны арабской части населения. Это вопрос, связанный с фуситами. И, наконец, хочу озвучить свой вывод. Исходя из моих исследований, я считаю, что по состоянию на конец апреля 2020 года Лига Арабских Государств внесла серьезные изменения своего отношения к сирийскому конфликту. Лига заинтересована в решении конфликта. Лига пытается всеми возможными способами держать руку на пульсе. это можем с вами наблюдать по использованию ситуации с коронавирусом. попыткой повлиять на ситуацию через другие возможные конфликты, снизить общий уровень напряженности в регионе, отказаться от прошлой политики, которую я озвучил ранее. Это попытка подти на пути признания непризнанных сил, попытка услышать одну половину Лиги и желание услышать вторую половину Лиги. Таким образом, все говорит о том, что сегодня Лига имеет серьезную мотивацию в разрешении конфликта в Сирии, когда Совет Сотрудничества Арабских Государств Залива наоборот имеет тенденцию к реагенализации, закрытию национальных границ, налаживанию надежных каналов лишь с шестью монархиями залива и концентрации сил в своих руках и ведение разговора только с позиции закрытости и возможного возникновения конфликтности и в этом случае тогда все страны залива будут действовать в едином ключе без каких-либо противоречий. Все, доклад закончил, очень буду рад слышать какую-то критику и вопросы и пожелания. Спасибо большое, Артем. Пожалуйста, коллеги подключайте дискуссию. Мне кажется, прозвучало очень много интересных суждений, далеко не бесспорных, на мой взгляд, лично, и связанных с оценкой даже, может быть, не ролей, а способности Лиги Арабских государств как минимум выступить в качестве, в той роли посредника, международного медиатора, о которой говорил нам сегодня докладчик. И у нас, я вижу, вот есть вопрос от Ильи Орлова. Пожалуйста, Илья Александрович. Привет, Артем. Давно не виделись. Мне даже не столько вопрос, сколько, наверное, замечание. Мне кажется, самое слабое, как бы, твоя, если как бы пытаться разокритиковать твою работу, то можно, в принципе, начать с самого подхода, который ты выбрал. Мне кажется, что когда ты решил сравнивать политику Лиги Арабских государств и Советского сотрудничества Арабских стран Залива, ты уже как бы пошел не по тому пути, потому что это же организации самого, ну разного типа. Лига Арабских государств это такая региональная организация, возникшая еще после Второй мировой войны на основе панорабистских настроений. А Совет Сотрудничества это интеграционный проект, причем, наверное, один из самых успешных интеграционных проектов в арабском мире. И, естественно, что и цели, и задачи, и методы, которые располагают эти две организации, они совершенно разные, поэтому выводы, которые это сделал, они, в принципе, обусловлены самой целью существования этих организаций. Естественно, что Лига Арабских государств заинтересована в развитии всего арабского мира, ну или должна быть заинтересована в безопасности, в экономическом процветании, поэтому она беспокоена тем, что происходит в арабском мире, при этом она не может самоизолироваться от того, что в нем происходит. А конкретный интеграционный проект, его задача как бы укрепить экономики конкретных стран или там даже безопасность Совет Сотрудничества в частности возникал именно как военный на самом деле проект в первую очередь. Вот, поэтому, естественно, они хотят закрыться и не заинтересованы в ускоренном разрешении проблем, которые существуют во всем арабском мире. Благодарю. Давно не виделись. у меня тоже тогда несколько вопрос. Хотите как-то ответить, Артем? Да, да, конечно. Меня слышно? Пожалуйста. Пожалуйста. Да, да, слушаю. Вы знаете, вообще, моя мотивация с выступлением доклада произошла после прочтения курса Григория Григория Косача на тему региональных организаций Ближнего Востока и после прослушивания всего материала я решил задуматься над сопоставлением этого вопроса. Действительно, Лига Арабских Государств и Совет это немного разные организации, но тем не менее они отвечают одной определенной логике. Это построение справедливого мира, это решение конфликтов ненасистенным путем и нам было отмечено, что какая-то из организаций вроде бы создавалась изначально как военная. К сожалению, я вроде такого не помню. Я помню тот факт, что изначально оба эти объединения были, имели мягкие условия вхождения, они были заинтересованы в первую очередь в экономических связях, поддержании культурно-социальных связей. Уже потом, больше в конце XX века, начале XXI в Совете появились инициативы по созданию проектов объединенных вооруженных сил и если рассматривать это вообще совсем подробно, первые попытки Совета были не очень-то удачными и порой они даже происходила инициатива даже не из самого Совета. Все это произошло значительно позже. В основном я согласен с замечаниями, есть что сравнивать, но все-таки я хочу, чтобы меня поняли правильно. Я задал себе вопрос, почему в условиях глобализации таких сложных проблем в арабском мире и перипетий есть организации, которые полностью закрываются от проблем, а есть организации, которые, тем не менее, когда-то раньше были закрыты, но пытаются как-то наладить вопрос и пойти на пути его решения. Спасибо. Я вижу вопрос, появился или комментарий Василий Александрович Куснецов. Пожалуйста. Спасибо. Звук. Звук. Мы вас не слышим. Сейчас, да, у меня есть маленький комментарий. Меня слышно? Спасибо. Смотрите, у меня как бы комментарий к комментарию, к тому, что Илья говорил. Артем, спасибо большое за доклад. Вот я с одной стороны вот с этим замечанием согласен, а с другой стороны не согласен. Потому что мне кажется, что сравнивать ЛАК и СССР ГПЗ это не такая уж дурная затея, вообще такая, я бы сказал, остроумная. Потому что вроде как вы правы, что одна организация региональная, общерегиональная, как ЛАК, да, значит, практически другая организация вроде как субрегиональная, интеграционная, хотя здесь можно, мы можем спорить по поводу степени интеграционная, она не интеграционная, тут разные точки зрения. Но смотрите, у нас, вот если мы посмотрим историю этих обеих организаций, то мы видим постепенную тенденцию СССР ГПЗ к расширению своего влияния. Вспомните проекты о присоединении Йемена, проекты о присоединении Марокко к СССР ГПЗ, были же предложения, это обсуждалось, когда СССР ГПЗ в 2011 году стал позиционироваться как такой священный союз арабских монархий, по аналогии 1815. А с другой стороны, у нас есть лак, который, ну, я, честно, Артем, я восхищаюсь вашей верой в арабское единство, но не могу ее до конца разделить, но лак, который при всех неудачах постепенно сужало свою деятельность, и более того, если мы возьмем тот же 2011 год, то я напомню, по-моему, это 2011 год был, когда должны были происходить очередная смена генерального секретаря лак, и когда как раз разразилась борьба между государствами залива, который был свой кандидат, сейчас я вспомню, кто это был, из семьи Аратыя, значит, он был, ну, а Египта был свой, но поскольку Египет утратил некоторые свои позиции, то у залива появлялись возможности усилить позиции в лак и тем самым укрепить и как бы заливизировать лак. Поэтому мне кажется, что если мы будем смотреть не только на изначальный статус этих организаций, но и на вектор их развития, то сравнивать их между собой задача интересная и не такая уж неверная. Вот, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо большое, Василий Александрович. Артем, есть возможность ответить, желание ответить? Все, 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 со всеми комментариями согласен. Очень интересно. Вот у меня такой вопрос, вот остается 10 минут, я могу какой-то еще ответ на встречный вопрос задать для всей аудитории или уже все? Да нет, мы еще можем поработать, время как раз на ваш дакон. Если можно, я тоже прокомментирую ваш доклад, у меня просто возникли мысли. Я как-то не отношусь, опять же, к оптимистам, которые верят в ЛАК, с учетом того, как часто мне не удавалось выносить какие-то коллективные суждения, но с другой стороны, как она зависит от внутренних разногласий, сколько там в ней организации, ключевая претензия к ЛАК всегда была в том, что эта структура объединяет слишком много стран, чем количество стран может договориться между собой, с учетом того, что есть и Запад региона, и Восток региона, и у них даже разное понимание не только того, что хорошо, что плохо для региона, что вообще значимо, а что не значимо. Но, с другой стороны, как бы исследования ПАЛАК есть. Мне кажется, в России в последнее время ПАЛАК очень мало что-то писалось, но если по совету сотрудничеству Елена Сурена Меркумян в основном пишет, я кроме этого работ не видел, но редкие они появляются, скажем так. ПАЛАК последний раз писал, по-моему, Леонид Исаев еще в 2011-12 году, и в журнале «Восток» есть его работы как раз по ЛАК в условиях арабской весны, как реагировали они на начало всех этих процессов. Он как раз ездил на каждый саммит и оттуда привозил свои впечатления о качестве работы. Но вопрос наверное в том, что вы подробно разобрали прецеденты, когда ЛАК исключал Египет, когда был собственно по Ливии сюжет. А вот почему вы не берете во внимание оценки связанные с перспективой деятельности Совета Сотрудничества, учитывая Катарский кризис. Стоит ли говорить об этом кризисе как о вызове, с которым Совет Сотрудничества до сих пор не справился. По сути дела внутренний конфликт. Не хотели бы вы еще разобрать внутрь и Совет Сотрудничества, потому что вы так описали позитивно его тенденции к росту, хотя проблем тоже очень-очень много. Вот с точки зрения этих проблем Совета Сотрудничества и А вот идея Василия Александровича про заливизацию или холиджизацию лаг это, мне кажется, интересный термин. Это вот я тоже поддержу, что может быть эту идею стоит рассмотреть поподробно. Я вас понял, спасибо огромное. Ну и наш вопрос, если вы хотите. Да, я обязательно изучу ситуацию с кадром, но я считаю, что с позиции, которые есть сегодня, Совет всегда выступает консолидированный, мне кажется, что должно пройти определенное количество времени, чтобы делать какие-то выводы, то есть нужно пройти определенное количество времени, потому что для меня психологически всегда Совет будет выступать единой силой, которая во всех случаях будет разбивать любую инициативу Лиги. У меня коротенький вопрос для всех, в первую очередь для старших коллег, мне очень хотелось бы узнать ваше мнение на такой счет. Вот, вы говорите оптимизм, который связан с, мой оптимизм связан с Лигой Арабских государств, тогда у меня такой вопрос, как мы можем говорить о каком-то урегулировании арабского конфликта, о урегулировании какого-либо конфликта на Ближнем Востоке, если мы не будем брать в расчет и в первую очередь не ставить на первые места именно эти страны. Если мы не увидим вот работы всех вот этих вот стран, которые, ну, многие считают, я согласен, Лига действительно раздутая по географическим масштабам интеграционное объединение, но если мы не услышим голоса этих стран, как мы можем говорить о решении конфликта, потому что без учета вот этого регионального фактора, мне кажется, действия России, которые вот направляются сегодня по отношению к Сирии, вот эти вот баснословные суммы денег, которые были подробно разработаны Владимиром Игоревичем Бартеневым на становление Сирии устойчивого развития, это все не является возможным, потому что вся вот эта вот карта, которая покрывается лап, она для нас будет являться красного цвета, то есть мы будем, мы не сможем ничего сделать, пока сами эти люди не захотят пойти на какой-то диалог, вот такой вот у меня был вопрос, больше вопроса не имею. Ну, если позволите, я быстро скажу, потому что потом, наверное, развернуто скажет Василий Александрович, на мой взгляд, как бы, в чем проблема? Голос стран региона спокойно звучит через другие форматы, как начиная с двухсторонних, так и с ситуативных, прагматичных форматов, которые могут возникать для решения конкретно значимой проблемы. Ну, к примеру, там, для, понятно, что у нас есть тот же самый кризис субрегиональных организаций, в Западной Азии вообще нет ни одной организации региональной для арабских стран, и там проблема в том, что там, нет, не только арабские государства, это главная проблема для интеграции, а с другой стороны у нас есть Северная Африка, где мертворожденный союз арабского Магриба, который сегодня не решает никаких проблем, но заявление есть от того же самого Африканского союза, что он всячески хочет содействовать развитию региональных интеграционных площадок и в целях разрешения конфликтов, процветания, устойчивого развития и так далее. Но к вопросу о том, какие идеи рассматриваются и что предлагается, я вам рекомендую посмотреть доклад Российского Совета по международным делам, по-моему, 16-го или 17-го года авторы Тимур Махмутов и Руслан Мамедов, как раз они рассматривали проблему региональных регионализаций и проблему региональных организаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. И они всячески рассматривали все те проекты, которые существуют и альтернативы, которые можно было бы предложить. В частности, может быть, кому-то покажется утопическое, но тем не менее организация для Западной Азии, которая бы включала не только арабские страны этого региона, но также, возможно, Иран, Турцию и даже, упаси, Господи, Израиль. Но тем не менее, если мы говорим о разрешении конфликтов, в том числе конфликта с Израилем, такая площадка в перспективе может рассматриваться как инструмент. Ну и, конечно, тот же самый пример Залива. У нас есть Совет Сотрудничества Государств Залива, а у нас есть та же самая Российская Инициатива Концепции Безопасности и Сотрудничества в Заливе, которая предусматривает необходимость включения в переговорный процесс, в том числе, Ирана, Ирака и стран, которые напрямую зависят от ситуации в Заливе. То есть здесь тоже новый формат организуется, который, ну нет у нас Лиги Арабских государств, нет у нас Ближневосточного ОБСЕ, но приходится выкручиваться, как можем, собирать те страны, которые заинтересованы в решении проблемы и пытаться на их основе сформировать конкретную площадку для решения конкретных проблем. То есть, мне кажется, отвечая на ваш вопрос, то есть, не обязательно иметь общеарабскую площадку как лаг для того, чтобы решать региональные проблемы. Можно пойти либо путем субрегионального объединения, либо путем выстраивания прагматичных площадок для решения конкретных проблем с участием заинтересованных стран, либо путем, соответственно, вот выстраивания каких-то конференций для решения конкретных моментов. То есть, с меньшим уровнем ответственности для сторон и с меньшим количеством вовлеченных участников. Мне кажется, что этим даже не ограничивается набор сценариев. Здесь просто надо подумать и, возможно, сравнить с другими регионами, какие там предлагались модели выхода из подобного рода ситуации. Василий Александрович, прошу. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, если позволите, я тоже. Бриш, боюсь, прошли те времена замечательных конференций, когда вы собирались где-нибудь на берегах Персидского залива и могли по несколько дней подряд в хороших отелях обсуждать проблемы регионального развития. Прошли. Теперь дача, экран монитора и зум. А если серьезно, то я с какими-то моментами, которые и вы и Артем озвучили, я с каким-то согласен, с каким-то не согласен. Ну, во-первых, я думаю, что сама постановка вопроса, которую Артем задал, она очень хорошая, очень правильная. Проблема в том, что, конечно, в отношении к региону и к конфликтам в регионе существует, можно по-разному анализировать источники этого, но тем не менее существует некоторое, я бы сказал, такое постколониальное наследие. Вот даже, Григорий Валерьевич, вот вы сейчас говорили, а как мы можем, а как нам взять? Ну, вообще, не нам надо брать, это их регион, это их проблемы, если они не могут разрешать эти проблемы, то это, опять-таки, это их дело. И вот это странное наше и российское, и европейское, и западное отношение, что вот, ну, как бы нам так сделать, чтобы, как бы нам так вот арабов всех собрать и ближневосточников вообще всех собрать, чтобы они сами сели, договорились, все разрешили, но при этом собрать почему-то должны мы. Это идея, которая проходит красной нитью, подспудно, во всей ближневосточной дипломатии всего западного мира, западного в широком смысле, в данном случае я и Россию сюда включаю, на протяжении многих-многих лет. Это очень большая проблема. Конечно, разрешение конфликтов на Ближнем Востоке, прежде всего, делал государство Ближнего Востока с этим, сложно спорить. Но давайте посмотрим, вот, а какие у нас конфликты, собственно, в Ближнем Востоке были решены успешно? Ну, кто-нибудь вспомнит? Ну, у нас была закончена, нельзя сказать, что это было успешное решение конфликта, но у нас была каким-то образом закончена Ирано-Иракская война. И у нас была каким-то образом закончена, значит, у нас была буря в пустыне, но это не было дело, это было с помощью внешних акторов. А западно-сахарский конфликт, арабо-израильский конфликт, во всех его разных вариантах, да, и новые, йеменский, ливийский, сирийский, ни один из этих конфликтов, по большому счету, не был завершен, и, видимо, возникает такое ощущение, что, как это говорило в старом анекдоте, в консерватории надо что-то менять. В консерватории явно что-то не то, что-то не то с теми форматами урегулирования, которые существуют. Наверное, большая роль арабского мира была бы правильно, и это было бы хорошо. Возникает вопрос, почему же у нас арабские организации оказываются неуспешными. Вы упомянули Совет Арабского Магриба как мертворожденную организацию. Она мертворожденная, но обратите внимание, несмотря на то, что саммитов не было с 94-го года, идея единства Арабского Магриба никуда не ушла. У нас эта организация это такой код Шрёдингера. ИЛАК в каком-то смысле это код Шрёдингера. И конфликты. Помогает ли идея решать проблемы? Нет, подождите, важно, нет, она не помогает решать проблемы, но важно, что эта идея сохраняется. Значит, потенциал, некий, как спящий институт, да, Совет Арабского Магриба существует, как спящий институт существует план. Никто же эту организацию не распустил, никто же не перестал выплачивать людям зарплату. Организация существует, причем, если мы сосредотачиваемся только на сфере безопасности, да, организация абсолютно провальная. Но у нас, у ЛАК есть разные другие форматы деятельности, которые, в общем, существуют, и, в общем, они продолжают развиваться. Более того, неприлично, да, рекламировать собственные статьи, но тем не менее, да, вот у меня последняя статья была по проблеме преодоления фрагментации в арабском мире, вот только что она в Востоке вышла. Смотрите, 2010-е годы показывают, они не показывают нам исключительно курс на фрагментацию, они не показывают, они показывают, что у нас есть некая тенденция к и к арабскому единству существующая, эта тенденция усиливается. фактически новый арабский национализм мы видим во внешней политике Объединенных Арабских Эмиратов, мы видим в Египте, мы видим в Сирии, мы видим в Восточной Ливии у Хафтера, мы видим в политическом дискурсе Туниса, нового президента, у этого самого Каиза Саида. Эта идея, она существует. Возможно, проблема не в том, что идея плоха, а в том, что ЛАК плоха как организация, что те инструменты, те форматы принятия решений, которые существуют ЛАК, те инструменты, которые есть у ЛАК, они недостаточны, они не удовлетворяют той реальности, которая существует. Об этом, наверное, надо думать. Но я бы не хоронил эту организацию, я думаю, что у нее есть некоторый потенциал, и этот потенциал в принципе может быть востребован при определенных обстоятельствах и при изменении курса. Кстати говоря, если вот верно то, что COVID-19 приведет к большей такой национализации и суверенизации политики, то вполне вероятно ЛАК может обрести в этом контексте некий новый потенциал для развития. Мне кажется. Интересно. Спасибо. Спасибо. Как показывает практика, идея обсуждать арабское единство, она становится, она снова обретает новую жизнь. Недавно у нас была лекция Виталия Славовича Наукина, мы делали ее в Зуме на площадке базовой кафедры Института Востоковедения в Вышке. и по теме арабского национализма. Было много поднято вопросов о том, насколько идеи паноарабизма и арабского национализма живы сегодня. И, так сказать, категорического ответа нет, мы не получили. Наоборот, был очень даже большой оптимизм, скажем так. Снова опять вернемся к этому термину. Сейчас, собственно, я думаю, что в рамках этой дискуссии мы тоже пришли к выводу, что от вопросов, актуальных, значимых вопросов, которые стоит задаваться, все еще очень много, еще рано сбрасывать эту тему со счетов. Поэтому спасибо, я думаю, это сделало нашу дискуссию значимой, интересной не только для докладчика, который посвятил этому тему исследования, но и для всех нас участников. Я еще раз хочу поблагодарить всех за дискуссию, всех докладчиков за их выступление. Сразу еще раз скажу, что наше мероприятие, оно публичное, поэтому Василий Александрович не пропагандирует нездоровый образ жизни ни в коем случае, демонстрируя сигареты в кадре. Поэтому мы за здоровый образ жизни в условиях COVID-19. И я призываю вас всех не расходиться, скоро у нас начнется новая сессия, вы присоединяетесь к нам, мы продолжим с Анной Великовой и новой группой докладчиков обсуждать тему мягкой силы на Ближнем Востоке. У нас три доклада по трем разным кейсам и интересная тема публичной дипломатии, цифровой дипломатии. Я думаю, это будет интересно и послушать, и пообсуждать. Еще раз благодарю всех за участие и до встречи на новой сессии после перерыва. Напоминаю, в 12.30. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы какие-то или что? Спасибо за возможность выступить. На самом деле, для меня это тоже был дебют. Так что, спасибо большое за комментарии. Очень рады и будем рады продолжить сотрудничество и общение. Да, ты большая умная. Спасибо. Тагер, Тагер, вы здесь, я вижу. Вы что-то хотите сказать? А, нет, я просто сказал Татьяне, что она большая молодец. Извините, что принялся так в диалог, в полилог. Ну, хорошо. большую часть я услышал. Так что, большая радость. Отлично. Отлично. Спасибо. Ну что ж, коллеги, еще раз всем спасибо и не прощаюсь. Надеюсь, вас увидеть на новой серии. всем. Спасибо, Григорий Валерьевич. Все хорошо. Увидимся. До свидания. Спасибо большое за организацию. Григорий Валерьевич, Николай сейчас по технической неполадке попросил передать. Какие? Я вижу, что-то приходит на ВКонтакте. Так, а он может передать функции управления этой сессией кому-то? Георгий? Сейчас попадаюсь с ним связаться. А, нет, он не может передать. Так, ну, мы тоже не можем закрыть него. Ну, пусть закрывает, потому что у нас сессия закончилась, пусть закрывает тогда. Будем надеяться, что все сохранится. Извините, конечно, он просто опасается возможности того, что сессия не сохранится. Да, я понял, но у нас же другого варианта-то нет. А, то есть там что-то полига. так. Ну что, нам остается ждать, что у него восстановится что-то, отвиснет. Потому что мы не можем перехватить у него управление. Так, меня слышно? Да. Да, Николай, тебя слышно. Вот, все, наконец-таки, надеюсь. Отлично, тогда закрывайте эту сессию и в 12.30 у нас продолжение вроде бы. Да. Так, все хорошо, закрываю эту сессию. Спасибо большое всем докладчикам, спасибо Григорию Валерьевичу. На этом мы прощаемся и ждем всех на следующей сессии. сессии. Спасибо. Спасибо.